Всех с медовым спасом! Ну а если по-нормальному, с изнесением честных древ креста Господня? Вчера на эфире я с удивлением для себя обнаружил, что я почему-то вот об этом празднике знаю крайне мало. Решил сегодня восполнить этот недостаток и послушать других батюшек, что они о нем говорят. И каково же было мое удивление, что многие батюшки празднуют в этот день что-то свое. Не, ну как бы в чем-то одно, да, празднуют почитание креста Господня и начало Успенского поста. Также празднуют мучеников Макиавеев. Но вот что касается креста Господня, да, версии разные. Кто-то празднует, ну вот где-то в голове этот праздник смешался с воздвижением и празднуют по сути тоже воздвижение. Где батюшки рассказывают в эфире, что такое медовый спас, да, вот я такую версию слышу. Кто-то празднует конкретное событие, избавление Константинополя от какого-то конкретного морового поветрия. И такую версию слышал, ну известный батюшек притом. На самом же деле этот праздник избавления от общих моровых поветриев. Дело в том, что в Константинополе веки в районе 12-го, чуть раньше, чуть позже. В общем, была проблема, что где-то к августу начинал народ помирать. Ну, моровые поветрия вот приходили. Гигиены тогда особо не знали. Левенгук еще не придумал микроскоп, чтобы посмотреть, что такие вот маленькие штучки там есть. В этом, в невидимом для нас обычном зрении мире. И от этих маленьких штучек происходят очень большие проблемы. Это все тогда было неизвестно. И поэтому, чтобы моровые поветрии прекратились, прибегали в августе к помощи Божьей. Выносился из императорской сокровищницы крест Господень. И он обносился по городу. Просили Господа заступничества. Те, кто умер от морового поветрия, служили литии об упокоении. То есть, все вот эти пандемии – это не изобретение нашего времени. Оно тогда все было. Просто тогда методы борьбы были несколько другими. Тогда люди обращались к Богу за помощью. А сейчас, наоборот, в пандемию народ резко прекратил ходить в храмы. Но вот мы видим, что Константинополь выстоял. То есть, обращение к Богу за помощью, оно имело свой эффект. И Константинополь продолжал жить. То есть, народ вспоминал, что мы тут не вечны, что наша жизнь достаточно хрупкая. Обращался к Богу за помощью. Господь избавлял Константинополь. Вот сейчас, наоборот, в нашу пандемию, наоборот, люди стали меньше в храм ходить. И поэтому следующее вразумление пришло на Русь-матушку, раз от того не вразумились. Ну, а самое интересное, что на Руси-матушке в этот день, в стародавние времена, праздновался, ну, по идее, сейчас мы, наверное, должны это праздновать, крещение Руси. То есть, вспоминали о крещении Руси князем Владимиром. То есть, как бы праздник был такой, ну, более грандиозный, чем сейчас. Потому что сейчас об этом как-то мало кто вспоминает. Для современных христиан, к сожалению, это в первую очередь медовый спас. То есть, кто такой спас? Спас – это спаситель мира Христос. Но он почему-то яблочный, медовый, ореховый. А про крещение Руси, что можно в этот день праздновать, да. А про молитвы от избавления от моровых поветрий. Вот как-то вот про это мало кто вспоминает. Про крест мало кто вспоминает. Все вспоминают про мед. И я говорю, что даже вот я как посмотрел батюшек, даже медийных, многие как бы что-то свое празднуют в этот день. Многие как бы, поскольку сложно вспомнить, что там действительно празднует. Делают акцент на макеавеях. Тоже хороший праздник, тоже важный. Но вот сам-то праздник, он больше про крест. Евангелие первым мы читали, именно посвященное кресту. И само крещение Руси у нас теперь празднуется в другой день. В день равнопостного князя Владимира. Но вот опять-таки можно в этот день праздновать воспоминания крещения Руси. Вспомнить, как Русь крестили. Ну, как наши предки делали. Тоже хорошее дело. То есть потенциал у этого праздника большой. Ну, в плане проповеди, в плане миссии. Мне кажется, что действительно у праздника очень большой потенциал. Но для всех он медовый спасмет и свящаем. То есть вот это на самом деле немножко печальная тенденция. И опять-таки и нам, и священникам, и мирянам. Потому что вот миряне почему-то ждут, что вот священники придут и всех просветят. Но миряне – это же тоже церковь. Это тоже часть церкви. Мы все царское священство. Просто священники они совершают литургию. А миряне тоже... В чем царственное священство? В чем задача священника? Проносить жертвы? Жертва Богу. Дух сокрушен. Сердце сокрушено и смиренно. То есть мирянин тоже приносит жертву. Он приносит в жертву свое время Господу. Свои молитвы Господу. То есть, как бы тоже много чего приносит Господу. И задача и мирянина тоже проповедовать окружающим Христа. Вот именно о Христе рассказывать. Не о меде. Что, конечно, тоже очень сладко. И хочется и о меде поговорить. Но в первую очередь, конечно, мы должны говорить о Боге. Но почему-то мало говорим. Мне кажется, что вот это вытеснение истинных смыслов праздников и замена их на медовые, яблочные, ореховые какие-то вещи. Это, в принципе, печальная тенденция. Но с другой стороны, вот это вот то, что в народном сознании это прижилось. Медовое, ореховое и яблочное. Это, в принципе, может быть поводом поговорить с человеком об истинном наполнении праздника. Вот он поздравил тебя с медовым спасом. Сам напросился. И ты ему всю подноготную праздника выкатил. Хорошее дело, хорошее. Ну, ты же сам меня поздравил. Давай послушай теперь, пробуй о том, в чем истинный смысл праздника. И как бы вот в следующий раз уже подумает, поздравлять ли, слать ли эти бесконечные открытки в контактах. Так что всех поздравляю с изнесением честных древ Господень. Помолимся в этот день, чтобы всякие моровые поветрия нас миновали. Ну и помоги нам всем Господь провести Успенский пост достойно. Без всяких современных отмазок. Потому что вот наши предки, например, постились. Хотя у них не было всяких вот этих обилий веганских явств в магазинах. Но как-то постились. А современный человек при намного более обширном разнообразии питания постным, которое он может себе организовать, он почему-то говорит, что ой тяжело, ой не могу, ой еще чего-то. Чудеса. Опять-таки это говорит о том, что богатыри не мы. А если мы хотим, чтобы наша Русь двигалась вперед, нам надо опять становиться богатырями. Иначе погибнем. Ну, если мы посмотрим всю историю еврейского народа, оно про что? Вот Ветхий Завет, он про что? Про то, что еврейский народ постоянно от Бога отрекался. Приходили бедствия, народ вспоминал о Боге, и Господь избавлял народ от этих бедствий. До следующего времени, когда люди опять забудут о Боге. Ну, а мы христиане, мы наследники вот этого всего, что происходило в Ветхом Завете. Поэтому, как это не удивительно, но последствия, когда мы забываем Бога, они точно такие же. Поэтому, вспомним Бога, все наладится. Будем продолжать забывать, все будет становиться только хуже. Такие дела. Подписывайтесь, и мы еще не раз увидимся, и все важное обсудим, ну, или хотя бы какую-то часть из всего происходящего важного. С вами был Ермонах Александр Митрофанов, всех обнимаю. До встречи в эфире. До встречи в эфире.